Здравствуйте! Вы смотрите передачу Об этом стоит узнать в студии ведущий Пётр Горохов И сегодня мы поговорим о кадрах Как говорится, кадры решают и всё Есть такая поговорка Сегодня у нас в гостях Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России Одинцовская по кадровой работе Подполковник внутренней службы Дмитрий Фёдорович Щебуняев Здравствуйте! Дмитрий Фёдорович Естественно, школь скоро Это ваша сфера деятельности Кадровый состав Подбор сотрудников в управление Именно это и станет сегодня нашей основной тематикой Ну а для начала хотелось бы выяснить Не так давно было анонсировано Ну, как не так давно Ну, ещё на слуху Ещё на слуху, да ещё в памяти это Анонсировано снижение численности сотрудников Правоохранительных органов в России на 10% Ну, достаточно серьёзно Вот как это повлияло на работу Одинцовского управления полиции Насколько серьёзно это скажется На выполнении служебных обязанностей С 2011 года в милиции тогда При переходе в полицию Началась оптимизация штатной численности Так, в принципе, этот процесс не останавливался Просто он был, может быть, менее значим Но в этом году действительно Летом произошло снижение на 10% штатной численности Если честно, то наше Одинцовское управление Значительно, скажем так, не пострадало Потому что были сокращены лишь некоторые штатные единицы И некоторых руководителей Скажем так, в тех отделах, где было по два зама Просто была сокращена должность второго зама Вот, но вообще, конечно, мимо нашего Одинцовского управления Данная проблема тоже не прошла Потому что коснулось это и Главное управление по Московской области А значит, нагрузка больше переместилась Все-таки на территориальное подразделение Потому что в Главном управлении Значительная штатная численность была сокращена И очень сильно нашего отдела В неведомственной охраны Одинцовского района Это тоже сильно коснулось Естественно, часть, скажем так, функции Она косвенно все равно ложится на плечи сотрудников полиции Да, теперь и в неведомственной охране оставшимся Сотрудникам придется более тяжело И нам точно так же Если брать в неведомственную охрану То у них сокращение больше, чем на 10% Произошло даже где-то до 20-30% В общем, в целом, наверное, по области было Так что мы тоже самое, скажем так, затягиваем пояса Стараемся не раскисать И понимаем, что теперь к нам больше спроса И нам придется где-то, может быть, больше времени Посвящать работе, а где-то, может быть, стремиться к какому-то универсализму Чтобы, скажем так, работать за себя И за того сотрудника, должность которого была сокращена Если говорить о численности управления сегодня Насколько я знаю, на подъеме, то есть, когда численность была самой большой Речь шла где-то о 1100 сотрудниках То есть сейчас можно говорить о численности в пределах тысячи человек Но, в принципе, если брать сейчас, вот именно сейчас штатную численность То она сейчас составляет около 1100 единиц Раньше у нас доходило до 1300 единиц был такой период времени Но, скажем так, в настоящий период времени у нас есть такой кадровый термин Рабочный комплект, он действительно существует, рабочий комплект Конечно, каждый руководитель кадровой службы, наверное, стремится к тому Чтобы полностью было все укомплектовано Но в то же самое время мы понимаем, что процессы, они в жизни неизбежны Кто-то увольняется, кто-то переводится У кого-то есть объективные причины, у кого-то субъективные Поэтому он существует Но вот этот, скажем так, основной костяк, да, более тысячи человек В последнее время постоянно в управлении сохраняется То есть, конечно, происходит омоложение коллектива И я же говорю, что приходят новые, но вот примерно такой состав кадровый Вообще, вот, у показателей, один из показателей качества работы полиции сегодня, да, это число зарегистрированных преступлений И раскрытие этих преступлений Вот у нас на территории Одинцовского района, насколько я знаю, на протяжении последних лет С этими показателями было все в порядке Ну, а как в порядке? То есть, численность зарегистрированных преступлений росла И при этом сейчас происходит сокращение численного состава управления То есть, получается, здесь как бы такое встречное движение, да, количество совершенных преступлений увеличивается Ну, понятно, растет численность района Увеличивается количество приезжих, да, увеличивается численность преступлений И в то же время сокращается численность кадрового управления То есть, здесь вот такие разнонаправленные, к сожалению, движения Да, здесь вы правы. Конечно, может быть, мы хотели бы этим обосновывать и говорить, что вы посмотрите за последние 10 лет, насколько увеличилось количество жителей района. Если брать количество тех, кто здесь не зарегистрирован, но постоянно проживает, тоже есть такой термин. Их еще стало в десятки раз больше. И, естественно, если основаться на этом, то, конечно же, вы правы, что статистика роста преступления неизбежна просто-напросто. Чем больше людей, тем больше их будет. И, конечно, хотелось, чтобы штатная численность была увеличена. Ну, на самом деле, прогресс-то, он тоже не стоит на месте. Проявляются новые технические способы, новые технические средства для, в том числе, раскрытия преступлений. Поэтому здесь тоже нужно опираться. Я говорил о том, что каждый сотрудник должен становиться универсальным. То есть он должен выполнять функции и, скажем так, одной должности, и другой какой-то. Не обязательно даже смежная взаимозаменяемость должна быть. Ну, если честно, то тоже, что нам сравнивать те же самые 10-15 лет назад, когда все документы, они обрабатывались, скажем так, на печатной машинке, когда что-то, если ты где-то ошибся, то приходилось переделать. Сейчас компьютеры. То есть в этом плане, конечно, есть подспорье. Поэтому здесь можно объяснить. Но в душе, конечно, мы тоже бы хотели бы, чтобы, основываясь на вот этих вот статистических показателях, нам добавляли штатную численность, мы брали новых специалистов, новых сотрудников. Но, к сожалению, это не так. Наверное, сейчас во всей стране такой курс на оптимизацию идет во всех структурах, в государственных, негосударственных. Поэтому мы тоже к этому готовы. И вот стараемся в этих ситуациях именно выкручиваться путем того, что приобретение дополнительных навыков, многие сотрудники и дополнительно идут какое-то образование получать. И чтобы потом это все применять уже на, скажем так, служебном поприще. Ну, я, глядя на вас, так чувствую, что кадровая служба бьется за каждого сотрудника и пытается отстоять каждую штатную единицу. Ну, понятно, что есть решения руководства, которые не обсуждаются, а принимаются к исполнению. Если сейчас говорить о соотношении опытных сотрудников и молодежи, каково оно, насколько вас, как руководителя кадровой службы, насколько вас это соотношение устраивает, кого бы хотелось видеть побольше, все-таки молодых или опытных сотрудников? Ну, в данном случае соотношение, на мой взгляд, оно примерно 50 на 50. Дело в том, что, наверное, все-таки опытный сотрудник сейчас, этот критерий немножко поменялся. Если раньше действительно, если мы говорили об опытном сотруднике, это тот, кто прослужил в те времена в милиции более 20 лет, тех, кто уже знает досконально свой участок, свою территорию, то сейчас принцип того, что сотрудник на одном месте, на одной должности может так долго прослужить, он фактически противоречит принципу ротации кадров. Поэтому сейчас найти какого-то сотрудника, который на одной и той же должности прослужил более 10 лет, это, в принципе, очень сложно. И, в принципе, это невозможно, будь то руководитель или будь то даже просто патрульный сотрудник, то есть стараются как-то менять местами, патрульными участками. Поэтому вот этот вот именно подход к тому, кого мы называем опытным сотрудником, он немножко разнится. И в связи с этим, конечно, упор основной делается на молодых сотрудников, которые приходят с наших или учебных заведений, или просто отслужившие в вооруженных силах, или по окончании каких-либо иных учебных заведений. И это основная сейчас, скажем так, составляющая нашей кадровой работы. Именно с этим составом мы работаем, стараемся подобрать, скажем так, более подходящее что-то по службе и далее уже там контролировать, чтобы этот человек приносил пользу на службе. Вообще вот такое понятие, как наставничество, сохранилось ли оно сегодня? Всегда представляешь себе какого-то старого сотрудника правоохранительных органов, там похожего на Анискина, и рядом с ним молодого, юного, который получает от него какую-то некую информацию, некие тайны, профессии и так далее. Вот сейчас что-то похожее есть, как сейчас вообще происходит процесс передачи опыта от старших к младшим, и вот этот процесс наставничества, сохраняется ли он? Да, наставники существуют, наставники есть, наставники есть в каждой службе, наставники есть в каждом подразделении. И действительно, у нас этот процесс, он, как и практически вся наша деятельность, она регламентируется тем или иным нормативным документом. Есть специальный пакет документов, который регламентирует и наставническую деятельность, от федеральных законов до наших ведомственных приказов. И у нас наставничество подразумевается не только над теми, кто вот только пришел, только начал свою службу, но это в том числе и те, кто пришел по окончании наших учебных заведений, если на то, что они уже 5 лет отучились, они были у нас на практике, они уже знают доскональную территорию района и знают уже, как им заниматься, все равно положено и все равно мы стараемся, чтобы наиболее опытные сотрудники стали у них наставниками. Понятное дело, что речь идет и о тех, кто, как я уже говорил, в связи с ротацией меняет свою должность, приходит, он был оперуполномоченным, возможно в другом районе, пришел к нам оперуполномоченным, конечно, тоже речь идет о наставничестве. Да, здесь уже меньший срок, да, здесь уже, как бы, скажем так, для человека многое известно, но тем не менее он должен все равно именно здесь на должности, скажем так, стать сотрудником, нужным сотрудником, стать сотрудником, который будет хорошо выполнять свои служебные обязанности. Речь о наставничестве мы еще ведем, когда говорим о помощи ветеранов, потому что я не зря сказал, что сейчас немножко, скажем так, опытные сотрудники омолодился и многие те, кто, скажем так, раньше работали в органах для дел, мы о них не забываем. Спасибо им большое, они тоже о нас не забывают. Ветеранская организация в нашем, по крайней мере, Одинцовском управлении функционирует, приходят, встречаются, чаще всего, честно даже скажу, что сами выступают инициаторами. Как бы мне не хотелось говорить, что вот мы постоянно об этом заботимся. Чаще всего меня это радует, потому что это очень хорошо. Мы хотели бы, вот, видим, что ваши сотрудники там допускают какие-то просчеты, какие-то недостатки. Мы хотели бы с ними переговорить. Дмитрий Федорович, организователи к начальнику управления организуем, встречаются, передают свой опыт, что-то рассказывают. Что-то, конечно, уже где-то методика какая-то устарела, но, тем не менее, все равно все это бывает полезным, любой исторический опыт. Ну, есть же, наверное, и какие-то неприходящие моменты в службе, которые, может быть, даже за столетия не поменялись. Все равно какие-то оперативные методы, какие-то, может быть, психологические приемы. Ведь человеческая природа, гаджеты какие-то новые поменяются, мобильные телефоны, компьютеры и так далее. Человеческая природа остается та же. То есть здесь, наверное, именно в этом плане идет взаимодействие. Совершенно верно. Здесь тоже остается, много остается приемов и в розыскной работе, и в той же самой даже кадровой работе, потому что мы тоже осуществляем большой комплекс мероприятий. И поэтому, конечно, здесь есть то, чему мы можем учиться и то, чему мы учимся. Ну, честно скажу, ветераны тоже, пообщавшись с молодежью, тоже в каких-то ситуациях говорят спасибо, потому что мы хотя бы начинаем понимать те процессы, которые происходят вокруг, и почему именно сейчас молодые занимаются тем, чем они занимаются. То есть это тоже идет, скажем так, на пользу для расширения и просто кругозора. А что касается опытных сотрудников, вот те, кто уже работает не первый год, ну, кого уже можно назвать в каком-то смысле, может быть, даже там ветераном после определенного ряда лет проработанных, да, они, у них есть ли возможность повышать свою квалификацию? Потому что понятно, что человеку там за 40, ему там какие-то технические новинки, которые там молодежь интуитивно понимает, ему это, может быть, и недоступно сходу. Вот у тех, кто достаточно долго отработал, у них есть возможность повысить свой уровень? Система наше Министерство внутренних дел, конечно, предусматривает, и опять-таки она предусматривает на законодательном уровне повышение квалификации каждого сотрудника. Но здесь немножко хотелось бы начать с того, что сам процесс становления перехода из милиции в полицию, он подразумевал о том, что нужно изменить подход к образованию. Если раньше мы могли на любую офицерскую должность назначать человека с любым высшим образованием, то есть это было разрешено и даже в некоторых ситуациях с среднепрофессиональным образованием, то теперь жесткий подход на многие должности – это юридическое образование, на некоторые должности – это техническое образование, на некоторые должности – это педагогическое образование. Поэтому, естественно, что требования эти стали известны, требования эти были закреплены нормативным документом, в связи с чем многие сотрудники были вынуждены поступать, учиться и получать юридическое образование. Поэтому сейчас очень большой процент, мы при составлении годового отчета считаем данной статистикой, очень большой процент сотрудников, которые просто сейчас получают такого не было высшего юридического образования, они учатся в наших ведомственных, в гражданских вузах, получают высшее юридическое образование. А что касается повышения квалификации, то тут тоже, конечно, процесс реорганизации коснулся, если раньше у нас таких было много центров, даже здесь, близко, в Подмосковье, это Домодедово повышение квалификации, это в Обнинске было, то сейчас Домодедово, если осталось, в Обнинске уже нет института повышения квалификации. В учебных центрах посылаем сотрудников, есть даже норматив, в течение какого промежутка времени каждый сотрудник должен пройти повышение квалификации. Но вот единственное, что кто-то проходит в центрах, кто-то проходит в главном управлении, кто-то проходит в гражданских каких-то организациях, потому что Министерство внутренних дел, в том числе в гражданских организациях заключает договора, и мы по каким-то направлениям, связанным со своей оперативно-служебной деятельностью, тоже обучаемся и повышаем свой опыт и свои знания. Несколько слов о работе Общественного совета при управлении. Насколько вообще важно его участие в жизни коллектива? Сказывается ли это, ощущаете ли вы присутствие общественности, причем общественности неравнодушной, общественности разбирающейся в предмете работы полиции? Как вообще, насколько позитивно вы это можете оценить? Вот именно 2015, скажем, год. Ну, Общественный совет Международным управлением ВД России Одинцовская, он функционирует, продолжает выполнять свою работу. Очень много положительных моментов, очень большая помощь нам оказывается. Вообще, если брать помощь общественности, ну или, скажем так, взаимодействие с общественностью, то здесь мне хотелось бы отметить, что продолжает одним из основных критериев оценки нашей деятельности оставаться именно общественное мнение. То есть, вот эта оценка, то, что жители говорят, то, что жители пишут, то, как они высказываются, для полиции это важно. И здесь я хочу, ну, немножко отклониться, может быть, от вопроса, но сказать, что нам очень важно, когда к нам обращаются граждане, обращаются ли с какими-то отрицательными эмоциями, когда жалуются на действия сотрудников, потому что, как бы этого не хотелось, или хотелось бы этого избежать, тем не менее, это тоже важно, потому что по каждому факту проводится или служебная, проверка или любые иные проверочные мероприятия. Если этот факт подтверждается, то нам позволяет в дальнейшем на это обращать внимание, какие-то свои ошибки исправлять и избегать. Если же к нам граждане обращаются с какими-то положительными отзывами о действиях, мы тоже самое, опять-таки, это все изучаем, смотрим, и тоже помогает в будущем, как, скажем так, пример для других сотрудников, как надо действовать, как надо вести или как нужно помогать, чтобы о тебе положительно отзывались. Конечно, это все учитываем. Но вот что касается еще, если говорить о взаимодействии с общественностью, то много различных мероприятий в этом году уже, мы тоже говорили, что были случаи, когда граждане нам помогали не только в раскрытии преступлений, но и прямо в поимке, в прямом смысле, стола преступников. Тоже очень важно, очень, как бы, для нас это хорошо, и мы понимаем, что если бы каждый человек занимал такую твердую гражданскую позицию, когда видит, что совершается преступление, и может, конечно, в тех ситуациях, когда он может, скажем так, помочь нам или предотвратить, или задержать преступника, мы тоже всегда очень этому рады. При первичной встрече с общественным советом ставилась такая задача о том, что вы проверяете, смотрите, говорите, где какие ошибки. Действительно, члены общественного совета и в дежурные части приходят, и в места, где содержатся задержанные у нас, и просто беседуют с личным составом, и говорят о том, что видели сотрудников, которые имеют неопрятный внешний вид. Это очень для нас важно, и мы понимаем, что, как бы, это люди, те, которые сделали замечание, те, которые свои, которые поправят, и мы на это обращаем всегда внимание. Вот, можно сказать, что следующий вопрос вытекает из предыдущего. Я думаю, что общественный совет в том числе помогает и в укреплении учетно-регистрационной дисциплины, потому что я знаю, что регулярно проверяются даже дежурные части членами общественного совета и участие в каких-то легендированных учениях и так далее, да? Вот что касается вообще, в принципе, учетно-регистрационной дисциплины и дисциплины вообще, как сейчас вот с этим обстоят дела, много ли нареканий, и кого больше по итогам года, поощренных или наказанных? Ну, учетно-регистрационная дисциплина – это, конечно, для нас, для нашей вот статистики, это наиболее часто встречающееся нарушение вида служебной дисциплины, который допускает сотрудникам, потому что это нарушение сроков при рассмотрении заявлений или иных обращений. Это неправильное оформление документов или это, скажем так, неправильное решение по документу или по заявлению, или по обращению. Конечно, путем тренировок, конечно, путем разбора ошибок мы стараемся, чтобы этого избежать. А что касается отношения наказанных и поощренных, были и действительно положительные моменты. За этот год вот на пять сотрудников мы направляли представление на присвоение государственной награды. Три сотрудника данную награду получили, два сотрудника, скажем так, ждут у нас еще, когда будет все это утверждено. Надеемся, что будет положительное решение и будет утверждено. Поэтому это тоже очень приятно. А что касается ведомственных наград, ведомственных медалей, медалей и наград главного управления, то их тоже было достаточно. На мой взгляд, если проводить оценку, то поощрений было больше, больше, чем взысканий, и это радует. Ну и вот в завершение хотел задать вопрос. Не знаю, насколько он в свете нашего разговора уместен. Я знаю, что в управлении на протяжении всех последних лет приветствовали желание Одинцовской молодежи получить соответствующее образование в профильном вузе и вернуться служить на территории Одинцовского района в управление полиции Одинцовская. Ну а в свете вот тех сокращений, которые прошли, не изменилась ли сейчас вот эта тенденция, это политика, по-прежнему ли вы ждете в своих рядах ребят Одинцовских и девчонок, которые хотели бы связать свою службу с полицией и служить именно на территории, наводить порядок на той территории, где они живут? Как вот сейчас ситуация? Ну, конечно, и для меня, как для кадрового аппарата, это один из тоже наиболее актуальных вопросов, потому что именно сейчас у нас началась уже отборочная кампания для поступления учащихся в учебные заведения системы МВД и действительно, несмотря на то, что, в общем-то, произошла оптимизация, сократилось количество сотрудников, разнарядка на этот год в учебные заведения, она тоже остается. То есть, та квота, которая предоставляется Одинцовской молодежи, скажем так, она осталась неизменной. Ну, каждый год мы больше людей направляем, чем нам выделяет мест, желающих всегда больше, вот, есть районы, просто, наверное, которые в силу специфики у них не получается, поэтому мы забираем их места для себя. Но, тем не менее, пользуясь случаем и то, что уж выступаю перед телезрителем, хотел обратиться, если есть желающие, учащиеся одиннадцатых классов, то могут всегда обратиться в отдел кадров, мы расскажем, как, что, причем сделать это нужно сейчас, потому что уже, в принципе, мы начали прохождение медкомиссии, и уже, скажем так, у нас контрольные сроки завершаются 1 мая, поэтому до 1 мая мы должны пакет документов собрать, и, соответственно, уже человек будет знать, что документы у него собраны, спокойно сдавать экзамены, и спокойно знать, что уже он готов к поступлению в наше ведомственное учебное заведение. Ну что ж, Дмитрий Федорович, спасибо огромное за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Ну и, со своей стороны, желаю вам в 2016 году побольше поощренных сотрудников, поменьше сотрудников наказанных, ну и, естественно, здорового притока молодежи и хорошего сплава ветеранской и молодежной активности на работе в управлении. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи, об этом стоит узнать, был начальник кадровой службы межмуниципального управления МВД России Одинцовская, подполковник внутренней службы Дмитрий Федорович Щебуняев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова